Новая афера в интернете. Пользователи и популярные соцсети обманули мошенники. Всего за несколько дней на крючок попали почти две сотни украинцев. Сейчас они пытаются вернуть потерянные деньги, но шансов мало. По какой схеме работают эфиристы, разбирались наш корреспондент. Отправьте смс и выиграйте автомобиль. Такое объявление на днях появилось в популярной соцсети. Разместил его паблик по имени Зелёная волна. Внимание привлёк новостным заголовком. Президент подписал указ по 3800 каждому. Однако прежде чем дать деньги, предлагали поделиться данными банковской карточки. Деньги моментально соблазнили пользователи. Люди поверили, что им выплатят несколько тысяч гривен за одну только регистрацию на сайте. Далее мошенники обещали больше – 16 тысяч каждому. А тех, кто колебался, успокаивали подставными комментариями от тех, кто якобы уже получил желанную награду. Ура! Получила на карту 13 тысяч! За саму регистрацию на сайте мошенники ещё и брали несколько сотен гривен. За несколько дней обманули более 180 украинцев, говорят банки, клиенты которого теперь массово обращаются за помощью. На жаль, кошти клиентам повернуты не будут, так как они сами особисто свои персональные данные передали. Банк без силы. Чтобы придать достоверность и мошенническому предложению, воры использовали фотографию ведущей программы «Утро с Украиной» Светланы Катренко. Сама она об этом узнала от знакомых. В один день мне массово начали писать друзья, нацелать очень дивную картинку. Там моё обличие и какой-то абсолютно дивный, независимый текст. И причём, ну, явно выглядит ненормально. Фотографии, которые использовали преступники, более двух лет, рассказывает Светлана. Её тщательно фотошопили, дорисовали на фоновый экран президента и наклеили в вымышленный титр с фейковых новостей о 3800 гривен каждому. В то же время, только в прошлом году мошенники украли с банковских карточек украинцев 340 миллионов гривен. Алла Чиша, Александр Павленко, специально для телеканала «Донбасс».